Да, на 900 тысяч ананасиков я решила разыграть AirPods. Кто не знает, это крутые беспроводные наушники Apple. Что это? Хух, слава богу, он здесь. Что? Это мой? Хей, гайс, с вами Лиза, Найс. Всем привет, ребята, вы на моем канале, и сегодня будет очень интересное видео. Что? Благодаря вам я решила, что уже буду дарить вам, моим любимым ананасикам, на 900 тысяч ананасиков. Да, на 900 тысяч ананасиков я решила разыграть AirPods. Кто не знает, это крутые беспроводные наушники Apple. Вы можете слушать и заряжать их прямо в этой коробочке. Вот, вы просто вставляете ухо, оно не выпадает, даже если вы бегаете, даже если вы прыгаете. И это очень удобно, но у каждого девайса есть свои минусы. И сегодня я вам покажу минусы и плюсы AirPods. Поэтому, если ты хочешь AirPods, то тебе надо посоветовать мой канал друзьям. И так нас быстрее наберется 900 тысяч подписчиков. И я разыграю AirPods. И также тебе надо в комментариях написать «Хочу AirPods». А мы приступим к видео. Поехали. Лизоня, Дотя, просыпайся. Уже 9 часов. Просыпайся. Не хочу. Дотя, ну пора уже просыпаться. Дотя, ну уже 9. Я понимаю, что сегодня суббота, но пора уже просыпаться. Дотя, Лизочка, просыпайся. Да, сейчас я проверю кое-что. Мам, можно я музыку послушаю, чтобы проснуться, взбодриться? Лизонь, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ну пора вставать уже. Давай, один трек и всё, и встаёшь. Пора уже. Лизончик, но прошло уже не 3 минуты. Пожалуйста, Дотя, пора уже вставать. Что? Пора вставать. Лиза, пора вставать. Да, встаю. Пора вставать. Так, что это было? Я спылесосила что-то пластмассовое. Ну ладно, конструктор какой-то был. Мам, я уже поприбирала. Можно я музыку послушаю? Ну, значит можно. Так, где мои наушники? Стоп. А где второй? Кажется, я знаю, что попало в пылесос. Как мне теперь найти его в этой пыли? Фух, слава богу, он здесь. Блин, он полностью в пыли. И динамик тоже. Слава богу, хоть нашёлся. Мне интересно, он будет работать. Давайте теперь поговорим о минусах этих наушников. Они очень-очень быстро теряются. Но для этого есть и плюс наушников. То, что в отдельных магазинах вы можете, допустим, докупить правый наушник или отдельно левый. Уже существуют магазины для таких потерявших AirPods. И вы легко их можете купить, конечно, тоже не дёшево, но дешевле, чем покупать новые AirPods. Вы только что увидели, как я первый раз потеряла свои AirPods. Я просто пылесосила, и они выпали у меня из ушей. И да, надо быть очень осторожными. Надо следить всегда, где они. На самом деле, AirPods не выпадают из ушей. Если их правильно вставить, то вот. Я могу хоть прыгать сейчас. То есть, вот. Они не выпадают. Итак, плюсы AirPods. Во-первых, у AirPods также есть классные чехлы. Вы можете их заказать на любых интернет-магазинах. Такие, как AliExpress, Zoom. Или можете купить там, где продаются чехлы для телефонов. Там обязательно должны быть чехлы для AirPods. Ребята, вот так вот выглядит мой чехол. Он полностью чёрный, с милым сердечком. AirPods, если вставляешь, они не выпадают из чехла. Они полностью защищены. И если ваш кейс куда-нибудь упадёт в чехле, то сами AirPods 100% не пострадают. Следующий плюс AirPods. У вас не будет запутанных проводов. Всё, что вам надо будет сделать, это достать из кейса наушники и просто вставить их в уши. У вас сразу автоматически подключается к телефону. Также огромный плюс AirPods. Вы можете в настройках настроить, чтобы если вы два раза вот так кликните по правому AirPods, у вас переключатся песни на следующую. Если по левому, то на предыдущую. Также вы можете в настройках сделать так, чтобы если вы два раза вот так вот кликните по наушникам, то вызывается серия. И вы можете, допустим, кому-то позвонить. И это очень удобно. С друзьями вы можете одновременно слушать музыку или, не знаю, там, смотреть какое-то видео на YouTube. Вы просто дали один наушник своему другу, и вам очень хорошо слышно. Также следующий плюс AirPods. Вы можете носить AirPods, и телефон, к которому подсоединены наушники, может находиться около 15 метров от вас. То есть наушники у вас, телефон, допустим, у друга. Вот как я делаю. У меня телефон стоит на зарядке, а я в AirPods слушаю музыку, хожу по всей квартире и просто наслаждаюсь песней. Я пошла, попила чаек, захотелось мне переключить музыку. Раз-два, готово. Если я хочу вообще включить другой плейлист, подошла просто к телефону, переключила, и все, ок. Также можно принимать телефонные звонки. Если ваш телефон стоит на зарядке, вы спокойно можете говорить где-то в туалете по этим AirPods. Звук записывается очень хороший. Я проверяла и на телефонных звонках. Я спрашивала у своего, скажем так, абонента. Он говорил то, что звук шикарный, прекрасный, вообще классный. Ребята, также есть такой прикол, что AirPods подходит не только для айфонов, а также для самсунгов. Да, для любого андроида. Вы можете в настройках просто добавить как Bluetooth, и вы по Bluetooth можете их слушать. Но у вас будет недоступна некоторая функция. Допустим, такая, как, вроде это называется, автоподключение. Смотрите. Вот у меня есть кейсы с AirPods. Я открываю ее. У меня высвечивается зарядки самих AirPods и заряд кейса. Допустим, если ваши AirPods разряжены, то сам кейс их заряжает. Если показывается то, что 100%, значит это и правый, и левый 100% заряда. Только я закрываю кейс, надпись исчезает. Вот так легко работают AirPods. Почему всем надо участвовать в розыгрыше AirPods? А потому что они подходят под любой телефон. Да, не только под Apple. Их можно подключить также и на Android, на любой. Meizu, Xiaomi, Samsung. Все, что вы захотите. Давайте я покажу, как это делается. Вы заходите в настройки. Заходим в подключение или просто Bluetooth. Ждем, пока загрузится. Ребята, я уже подключила AirPods к маминому телефону. Напомню, это Samsung. Так, все. Только вы подключаете, у вас сразу такие звуки, типа, знаете, как включать и компьютер. Так, вот, как видите, наушники очень хорошо работают даже с Samsung. Поэтому все должны участвовать в этом крутом конкурсе на разыгрыше AirPods на 900000 ананасиков. Алло, привет. Да, мама рядом. Да, даю трубочку. Под. Да, правый. Ой, левый. Алло, привет, дорогой. Да. Если что, папе тоже на связи, я тоже слышу. А, кстати, да. Лиза тоже здесь. Да. Лиза, можно мы поговорим с папой? А, да-да-да, все, я пошла. Да. Да, точно. Угу. Да, договорились. Хорошо. Да, окей. Да. Все, папа. Я могу телефон брать? Да, конечно, забирай. Все, мам, я пошла. Да, давай. Ты надолго? Надолго. Мам, мам, я потеряла AirPods. У меня один есть, а второй я не знаю где. Ну, ты молодец. Ты знаешь, сколько он стоит? Знаю. Ну, за свои деньги покупала. Будешь в следующий раз внимательнее. А, подожди, вот этот? Ты же мне давала бы разговаривать. Возвращать надо. Забирать надо? Фух. Все, спасибо, я пошла. Мам, я опять AirPods потеряла. Мам. Мам, мне твоя помощь тоже, а помоги, пожалуйста. Что такое опять? Я AirPods потеряла. Опять потеряла, Лиз. Ну, сколько можно? Что произошло? Ну, подожди, подожди. Так они же у тебя в ушах. В смысле в ушах? И второй тоже на месте. И правый? Да. Мама, спасибо большое за помощь. Главное к мамочке прибежать. А, я потеряла. Еще один плюс AirPods. Если они у вас в ушах, и вам кто-то что-то говорит, вы этого не слышите. Если у вас играет музыка, вы достали один AirPods, и музыка автоматически отключилась. И вы что-то говорите, говорите. И если вы уже договорили, все, раз, вставили, и музыка дальше продолжает идти. Также с видео в YouTube, также в Google, если вы вбиваете и смотрите какие-то фильмы, тоже. Если вы достали один AirPods, то фильм остановился. Если вставили обратно, то фильм продолжает идти. Это мега круто и удобно, потому что неудобно каждый раз просто брать и выключать. Ребята, также плюсик AirPods, то что они очень-очень быстро заряжаются и медленно разряжаются. Знаете почему? Потому что расходуется очень мало энергии, чисто для звука, ведь картинки никакой нет. И поэтому они заряжаются около 15 минут до 100%. Дальше они разряжаются около 5 часов. И хотите прикол? Знаете, когда я последний раз заряжала наушники свои? Где-то 5 дней назад. И вот я слушаю просто музыку каждый день. Каждый день я смотрю видео в AirPods, и они до сих пор не разрядились. Что это? Что? Это мой? Мой. Угу, приятного аппетита. Надо быть повнимательнее. Так, есть идея. Вот теперь точно никогда не потеряю. Также хочу сказать то, что выглядят они очень-очень модно и стильно, как видите. Так как они белые, подойдут под любую одежду, под любую обувь, вообще под любой образ. И всегда они будут выглядеть в тему даже подбальное платье. Согласитесь. И, кстати, в Duty Free я видела, знаете, какого цвета? Военной раскраски такой. Это было очень круто, но стоило, конечно, подороже. И да, они оригинальные и лимитированная версия. Я про военный раскрас. Ребята, а я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то напиши в комментариях. Хочу AirPods. И когда у нас будет 900 тысяч ананасиков, я разыграю вот эти крутеzные AirPods. Ну, вернее, новые. Да, конечно, AirPods очень часто теряются, но если с ними правильно обращаться, то это станет лучшей покупкой в вашей жизни. Это не реклама, это просто мой совет по поводу AirPods. Так вот, для участия в этом конкурсе надо всего лишь три вещи. Будь подписан на мой YouTube канал, поставь лайк этому видео и в комментариях написать «Хочу AirPods». Это все так просто. AirPods будут у тебя. Подписывайтесь на мой Instagram, там я кину и еще несколько плюсов AirPods. А с вами была я, Лиза. Всех люблю. Пока.